Грецкий орех в наших садах, казалось бы, где мы, а где Греция, но это факт. Грецкий орех в Беларуси живет уже более ста лет, и у нас даже есть свои собственные сорта. Так чем же ценен этот орех? Не зря же его люди выращивают, не только за красивый вид и мощную крону. Грецкий орех – это один из самых ценных орехов по содержанию жирных кислот, жирных масел. В некоторых сортах, в некоторых формах содержание масла в ядрышке может доходить, вы вдумайтесь только, до 77%. Это значит, что в 100 граммах ядрышек ореха содержится 77 граммов ценного полиненасыщенного масла. А это не что иное, как витамины А, витамин Е, которые так нужны нам в нашем сыром климате, особенно в такую сырую погоду, в такой ненастии. Но помимо жирных масел, грецкий орех содержит еще и белок. Причем очень ценный растительный белок, до 20-27% может доходить его содержание. И совсем чуть-чуть углеводов, около 7%, не выше. По своей калорийности грецкий орех в 7 раз превосходит говядину, и по пользе своей тоже. Именно благодаря содержанию ценных жирных масел и белка. Но не только одним белком ценен грецкий орех. Кроме него содержатся витамины А, Е, витамины группы В. И это все тоже оказывает очень хорошее, укрепляющее действие на организм. Не зря в легендах и мифах Древней Греции о Ахилле, герое Трианской войны, говорят, что его учитель, кентавр Херон, кормил не только печенью диких львов, но и грецкими орехами. Львы в Древней Греции кончились, благодаря Ахиллу, я так подозреваю. А вот грецкие орехи не просто разрослись, а распространились по всей стране, по всем регионам, где только они могут расти, благодаря своим ценным качествам. Знаете ли вы, что грецкий орех является и практически рекордсменом по содержанию витамина С? Все вы видели или на фотографиях, или вживую молодые орешки грецкого ореха в зеленых околоплодниках. Так вот, в них содержание этого ценного витамина может доходить до 2-3 грамм на 100 грамм зеленого вещества, на 100 грамм веса. В листьях витамина С может доходить даже до 5 грамм на 100 грамм листьев. И не зря раньше листья грецкого ореха использовались для его производства, а также для производства различных лекарственных средств. И сейчас многие из нас активно используют недозрелые орешки для варки вкусного и полезного варенья, для того, чтобы делать свои собственные лекарственные средства, настойку, настои, которые помогают сохранить здоровье, укрепляют организм, борются со многими болезнями, например, болезнями щитовидки. Даже перегородки внутри орешка и те обладают лекарственными свойствами. Их собирают, делают настои и настойки и используют при лечении как вспомогательное средство заболеваний щитовидки. А все благодаря тому, что грецкий орех, особенно выращенный на берегах морей, в тех регионах, где йода, естественно, много, накапливают его столько, что может и с успехом поделиться с нами. Помимо того, что грецкий орех прекрасное пищевое, диетическое, лекарственное растение, он просто сам по себе красив. Его диаметр может достигать метра, а то и полутора, а высота 30-35 метров. Ну и живет он, соответственно, тоже долго, до 300, а некоторые считают до 500 лет. И тут ты задумываешься ненароком, а стоит ли сажать у себя на участке такое растение? Ведь оно может занять весь участок, все 5-6 соток. Ну, я могу сказать, что все-таки стоит. Тем более, что сейчас уже есть сорта, которые, будучи привитыми, имеют сдержанную форму роста. За многие тысячелетия человек отбирал самую лучшую форму. Вот видите, перед вами сортовой грецкий орех. Он гладенький, он ровненький. Его скорлупка тонкая и легко ломается. Тогда как сеянцы, как правило, обладают скорлупой толстой, которую разломать так просто не получится. И сейчас у нас есть уже даже свои собственные сорта. Все слышали и не один раз о сортогруппе грецкого ореха «Идеал». Это целая линия сортов, которые объединены тонкой скорлупкой, скороплодностью и сдержанным ростом. Но я хочу вам рассказать о наших, о белорусских сортах, которые ничем не хуже, а то и лучше этого «Идеала». Во-первых, это память Минова. Самый крупный орех из всех, которые могут выращиваться. Его ядрышко ничем не уступает по вкусу знаменитым южным сортам, из-за уже Чили, Перу или Средней Азии, или со Средиземноморья, Кавказа, Молдавии, Украины. Но самым лучшим орехом я все-таки считаю самохваловический два. Когда меня спрашивают, почему именно самохваловический два, а не один, не три, я говорю так, что этому ореху нужно всего два пальца, чтобы его раздавить. У него настолько тонкая скорлупа, что достаточно бывает сдавить двумя пальчиками по шву, чтобы он раскололся на две ровные половинки. Перегородок практически нет, и ядрышко извлекается целиком и полностью. Плюс наших сортов в том, что они обладают повышенной зимостойкостью. Если сорта молдавские, украинские, итальянские и так далее в наших условиях чувствуют себя очень плохо, у них подмерзают побеги, сережки, цветки, то наши белорусские сорта, а также российские, некоторые украинские, растут, цветут и плодоносят ежегодно. Если это действительно саженец, то есть привитое растение, он будет обладать сдержанной формой роста. И поверьте, для него у вас на участке обязательно найдется уголочек. Главное при выборе этого уголочка помнить, что это растение все-таки из таких регионов, где нет застоя вод, скорее засушливых мест произрастания. То есть выбираем для него место повыше. Ни в котловинах, ни в низинах, там, где грунтовые воды не поднимаются выше, чем полтора метра. Растение очень любит нейтральные, даже слабо щелочные почвы. Поэтому, если вы хотите этой весной посадить себе грецкий орех, позаботьтесь о подготовке места уже сейчас. Внесите на это место, где вы планируете сажать орехи, доломитовую муку, либо строительный мел. Почва должна быть нейтральной, даже чуть-чуть слабо щелочной. Если вы это не успеваете сделать, то при посадке в посадочную яму обязательно добавьте пару литров печной золы, доломитовой муки, известняка мелкопокрошенного. Он будет очень медленно раскислять почву. Обязательно добавьте немножко суперфосфата для улучшения образования корней. Кстати, корни у грецких орехов это слабое место. Они очень нежные, они очень рыхлые. И если вы покупаете саженец, обращайте внимание на их состояние. Если есть отмершие кусочки, отмершие кончики или повреждения, чистым острым ножом зачищаем их здоровой древесиной и обязательно присыпаем толченым углем, либо порошком фунгицида, допустим, фундазола. Но я всегда пользуюсь толченым углем и прекрасно все заживает. Если это не сделать, то грецкий орех может погибнуть из-за корневой гнили. Итак, раскисляем обязательно почву. Не забываем периодически вносить под грецкий орех доломитовую муку, строительный мел, известняк, любые раскисляющие средства с периодичностью раз в 3-4 года. Следите за ПАЖ среды. Если почва будет слишком кислая, грецкий орех может болеть. Из болезней и вредителей у грецкого ореха есть всего две проблемы. Первая проблема – это буроватая пятнистость. Она поражает как сами орехи, вызывая на них образование черных пятен, как на кожуре, так и на самой скорлупе, на листьях, на побегах. А из вредителей – это войлочный клещ, который вызывает образование на листьях таких вздутий. Вредит клещ не сильно, больше портит внешний вид. А вот с буроватой пятнистостью, с буроватостью стоит бороться путем использования самых распространенных фунгицидов широкого спектра действия. Это может быть и хорус, и скор, и топаз. Достаточно одной-двух обработок, если вы заметили первые пятнышки, чтобы остановить эту болезнь и помочь особенно молодому грецкому ореху нарастить вегетативную массу. И дальше ему уже ничего не страшно. Сажайте грецкий орех, если у вас позволяет участок и есть желание. И этот орех будет долго радовать не только вас, наших детей и внуков, но, возможно, ваших прапраправнуков, которые будут вспоминать добрым словом дедушку или бабушку, которые когда-то посадили на участке, маленькое деревце грецкого ореха. Просветания вам и вашему саду! С вами была Юлия. И до новых встреч на нашем канале.